Итак, на ремонте вот такой пылесос аккумуляторы. Модель можем посмотреть где-то здесь. Итак, модель T-EB110. 21 вольт. Интересно, что всего лишь 30 Вт. Это именно головка. 30 ватт. У самого пылесоса не нашел этикетку. Проблема именно с насадкой. Я включаю, а не крутится или с нагрузкой не крутится. Проскакивает где-то электродвигатель включается, но уже не вращает эту насадку. А должна. Где-то шестерни сточились, видимо. Откручиваем винты. Вот здесь есть пять винтов. Снимаем вот эту темную часть. От светлой отделяем. Найдем электродвигатель и найдем привод. Скорее всего здесь то ли ременной привод, то ли шестерни сточились. Ну и посмотрим заодно в чем проблема. Итак, я разобрался. И оказалось, что не нужно откручивать эти пять винтов. Нужно просто снять вот эту крышку. Она не так просто снимается. Нужно поддевать со всех сторон. И потому что здесь нужно поддевать со всех сторон. Здесь везде есть клипсы. И вот шаг за шагом. Раз, два, три, четыре. То есть поддеваете по кругу. Придерживаете. Следующий, следующий и она отстегнется. Ну и вот причина. Это просто телепающийся ремень. Электродвигатель, когда крутится, проскакивает. Потому что нету. Вот я кручу электродвигатель. Допустим, этот можно держать, а этот крутить. Ну вот, вот так вот телепающийся ремень. Можно снять и попробовать найти. Не могу сказать, есть ли он в продаже. Ремен маленький, специфический. Есть ли на такую модель ремен или нет. Сложно сказать. Но я вам покажу ее наименование. Вдруг он у вас порвался. Значит, 2М180-6. Ну, скорее всего, это вот 180 миллиметров. И вот так вот он 6. Ну, мне так кажется. Вот здесь есть еще другое. 166 ОЕ24 и 167 ОЕ24. Ну, вот так. По номеру нужно найти. Поставить и снова будет все работать. Все остальное, в принципе, здесь в нормальном состоянии. Подшипники не телепаются. Немножко плотновато он ходит. Плотновато ходит из-за того, что он сам вот за эти... Тут он же должен снимать мусор. И потом вот эти зубчики этот мусор стягивают. Снимают. Немножко так прислоняется. Есть небольшая нагрузка, так скажем. Но и тем более, если вы прижимаете валиком к поверхности, нагрузка на ремень. И он перегревается, растягивается. Ну, вот такая ситуация. Зубчики тут плюс-минус еще остатки зубчиков пооставались. На самом деле, должны быть такие плотные зубчики. Остались от зубчиков. Остались только веревочки. Остались от зубчиков. Самих зубчиков. Вот здесь в одном месте зубчики более-менее сохранились. Остальные просто стерлись из-за проскакивания. Из-за того, что сильно плотно... Нельзя плотно упирать шерстью валиком на поверхность. Пробуем заказать. Ищем для ремень. Ну или сразу вот ищем такой ремень 2М180-6 ставим. И если у вас удаться найти, то вы полностью сможете отремонтировать пылесос. Ну что же, я хочу продолжить видео по пылесосу. Пришел ремень 180 с шагом 2. Смог найти. Непростая была задача, но все-таки смог. Особенно это можно купить там, где есть запчасти для различного вида техники. Типа 3D принтеров. Самодельного изготовления 3D принтеров. Ну и там вот различные виды ремней. Ну и вот подобрали мне 180 с шагом самих зубьев 2, ширина 6. Единственный момент, так уж сделали производители. Смотрите, как становится 180. Вот он родной точно так же терепался. Я думал, это плохо. Я думал, он растянулся. Оказывается, это нормальная задача. Ничего тут не нужно разбирать. Оказывается, я думал, что нужно полностью вскрывать. Оказывается, просто верхнюю крышку. Она снимается не очень хорошо. На клипсах стоит. Покажу, в каком месте клипсы. Так снимался, что отверткой пробил руку. То есть, на самом деле, просто нужно поддевать. И все равно по всему периметру поддевать. Отковыривать. В другом месте поддевать. И так она отковыривает. И все. Теперь на место я поставил уже новый пришедший ремень. Назад защелкиваем. И он как новый работает. Не проскальзывает. Но зато он в натяжении. Но это уже производитель. Так и готовил. Вот и весь ремонт. Если у вас здесь совсем не крутит. Или он там трещит. Типа не крутит. Это вот ремень. Поменяли и все. Он стоит недорого. Но найти было непросто. Подписывайтесь на канал. Как видите, практически любую полонку можно отремонтировать самому. Или с помощью какого-то подсказки из YouTube. На моем канале любая техника есть в ремонте. Посмотрите на моем канале. Полистайте историю или поиск. Сможете найти практически любой ремонт любой техники. Увидимся на канале Мира Вам.